Опа, а вот Получается и Драфтики, ну что, LGD против Энтити, я смотрю здесь ОД, а вот и Алхимик Ого, опять ОД отдали Ну все, проебали, короче, Энтити, ребят Заливаем на LGD Пошла фулл заливка, живую картинку Моушен Ну такой моушен эффект, да Ага Понятно Хе-хе-хе-хе Понятно Пока смотрели заставку, тут уже ебутся все Ну нормально, я на такое, кстати, согласен Мне это нравится То есть, в принципе, чтобы сразу В экшен переместиться Сразу ноль суходроча, ребят Это анти-суходроч Это концерт Егора Крида Притом прям такой, знаете Где он все свои хиты прям исполнил Сходачины Ну ладно, тут, видимо Не разобрались, так скажем, режиссеры С тем, что здесь может начаться Газовая ебля Прям на первой наносекунде В доте иногда Она началась Ну 3-2 Выход до рун Произошел у нас такой, да От LGD Встретили они Энтити Не каждый день такое случается Что команды Нажимают смог И встречаются в лесу Но тут это произошло Опа Ооо Вот именно с Ватсона Здесь кто-нибудь прилетел Опоздал Бывает Бывает Жизнь огорчения Конкретно Их условия Тебя не устроили Чувак, ты Неважно тебе Что меня не устроило Неважно Я говорю Не получилось Когда человек говорит Не получилось Или типа того Это значит Что я не особо Хочу распространяться Что именно Просто не получилось В принципе В иной Другой ситуации С некоторыми Другими водными И так далее Я бы съездил Но тут у меня не получилось Скорость звука Просто много медленнее Скорость света Вот звука Отстает Не, у меня кстати Ничего не отстает Не знаю Не знаю Почему Почему у вас Что-то отстает Сейчас попробую Не знаю Перезапустить Просто эту штучку Ну плеер Может быть Из-за того Что он давно Открыт уже Просто настакался Какой-то делай Хз Да этот Пойди разбери Как это работает Никто не знает Если честно Я Реально Вам Это не шутка Никто не знает Вот Начинает Рассинхраниваться Звук с картинкой Где-либо И никто не знает Почему Все такие Ну че там Где-то там Хуй знает Нет Салат Проигран Это правда Но это Китайский ОД Вот На Бэтбомдаче Все уже поняли Это И ОД В итоге Ну как бы К нему готовились Либо уже герои Были хороши Против ОД Либо его Банили А тут Энтити Они не были На Бэтбомдаче И возможно Они как-то Не прочувствовали Этот момент Что в Китае ОД Какие-то Супер Задроты Все Там Каждый ОД Походу Какой-то Ебучий Бустер Бустит рейтинг Себе И может еще Кому-то Бустит Не знаю И поэтому Что этот Сецу Что там Ори Что Хм Они все Задроты Этого ОД Просто Нереальные И Вот Энтити Этого ОД Отдали И вот Страдают Он и мид Разъебал И уже Ходит Кого-то Трахает Хотя Казалось бы ОД Вроде Герой Такой Ну Отчасти Ему там Подкачаться Надо Но как-то Китайский Шарит Как И без Без денег Ходить Ганги Делать Какие-то Фраги И так далее Вот он пошел Сейчас там Снизу Пиздов Вломил Людям И все И 2000 Уже ЛГД Ведут После этого Три топ Нотворца За За ними Широ Хотят взять Но Слушайте Широ Не так просто Взять Он 7 Левел Хотя Саппорт И очень Крепкий По демеджу И если Тут нет Ультимейта То он умрет Да Он умирает Там Сайленсы Ультимейт У него был Но Сайленсы Не позволили Нажать Нормально Загангли Ну да Венга И грим Это на самом деле Не шутка Ничего серьезного Привращается в серьезный А ну-ка Хотел Рвагу дать Но не дал Но можно и без Рваги Кстати Теперь обойтись Может и хорошо Что не дал Потому что По большому счету Минус КД был бы А так они Просто двух героев Убили И все Что хотели ЛГД тоже Непонятно Если честно Ребята Мы с вами Прямо сейчас Лицезреем Доту Пиздец Низкого уровня Я хочу сказать То есть очень много Абсолютно непонятных действий То есть энтити Идут убивать Тимбера Когда они просто Не могут это сделать Получают В ответ По щам Теперь здесь Люди идут убивать Тайда Когда они Этого тоже Ну фактически Не могут сделать Ну Если бы ему Никто не помог Может они бы Его убили Конечно Там УД Но Буквально Плюс один Ассист И все Вы на развороте Умираете еще Непонятная Хрень какая-то 3000 лжд ведут Все еще Да У них Очень богатые Саппорты Блин Очень классно Ласхиты Посмотреть На 18 минуте Это то что То что Особенно интересно Эй Обсервер Нажми Кнопку Вай по-моему Там Нетворсы Или Ай Там байбеки Но На байбеки Ладно Пофигу Но вот Нетворсы Я бы посмотрел Крепстарт Не особо интересно Так Опа Ой Ай Минус 3 Но тут уже Выглядит Как Конечное Конечно для Энтити Такс Ну что 9000 9000 На ласхиты Смотрю 220 крипов Ребята Алхимика Ну нормально Ооо Нетворсы пошли Музыка Пошла Ну бывает Такое Вот у нас Обсервер Девушка Которая Обсервила У нас Вот Доту На стоперхабе Как выяснилось Она Обсервер КС Вообще У нее Специальная Вот Есть Как бы Ну как бы У нее специальная клавиатура Это не клавиатура Ну как знаете Вот у меня Лежит здесь Вот эта штука Такая Это чтобы Сцены переключать Да Вот у нее что-то Типа того Только для того Чтобы обсервить Вот И там соответственно У нее бинды То есть все забинджено Буквально Герои Какие-то вещи Там и так далее Вот Она вообще не двигает мышкой То есть у нее мышка Не используется Она сидит и только кнопки нажимает Нет А стрелочками камеры Медленно крутят Типа того И все это сделано Еще при помощи консоли Чтобы там камера Плавно двигалась И так далее Вот Там как-то случайно Переключить Например Нетворсы на крипстаты Не получится физически Это не забинджено Вот Когда мы ее просили И переключить там Нетворсы на крипстаты Ей приходилось Клавиатуру использовать Для этого Ну и она Не сразу разобралась А что мы вообще От нее хотим Потому что Таких биндов Не было предусмотрено А вот если ты Обсервишь склавы То случайно Ими скликнуть можно Да я сам это часто Типа Ты что-то двигаешь Двигаешь камеру Что-то там туда-сюда Просто случайно Задел кнопку И переключил А сам не заметил И вот уже На 30-й минуте Мы смотрим Фэнтези-поинты Какие-нибудь Вместо Нетворсов Это нормально Человеческий фактор Ёпта Вот Твою смайл Уже здесь закидывает Такс Что-то такое происходит Ага Ватсон Прыгает на одного Прыгает на второго Но пока не может Добиться значимых результатов Диэм дает работ Неплохо Но вот бы дэмэджа Туда как-то накинуть Слушайте Убивают пугну Ну Какое-то начало Приходит ОДэк К сожалению Сейчас Ебать будут Кажется Но пока Вроде Пока вроде живем Если говорить про Энтити Убивают все-таки Двух саппорт Мужки Залжат Но Эта драка Могла бы быть Неплохой дракой Если бы Не было такого Большого перефарма То есть К сожалению Хотел Не ухухнуть Походу Крипа На тимбере Но перепутал героя К сожалению К сожалению Для Энтити У них Им просто Не хватает Ресурсов Уже убивать Героев С керасой С шивами И так далее Даже при Неплохой драке Вот смотрите Как у Дэй Неприятно Летят к нему Не так больно Как Как ожидалось Это походу Мейджлэйр работает Это кстати говоря Убивают Сенсу А вот это уже Даже и Ну какая-то Заявочка Слушайте Перенагрелся Отсюда Отсюда Если честно Ну как черню сделали Мне это напоминает Мой паблик Который только что Играл перед игрой Как тебе бесконечные лаги Во время игр На ББ Дача Все вокруг Дорого Богато Но ни одну игру Нормально не посмотреть Считаю Что Обыжито Ребята Ну Сейчас расскажу По этому поводу Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Подумали Энтити Что у них есть Шансы подраться Пока там нет ОД Но они Оказывается Ошибались Короче напоминает Мне это играет Немного мой паблик Который я вот только что Играл Ну мы его выиграли Как и ЛЖД его выиграют Но Вместо того Чтобы просто сейчас Спокойно сломать сторону На месте ЛЖД Отойти Возможно подождать Рошана Либо просто регрупнуться И пойти как бы на другую сторону У них один направо Другой налево Начинается какая-то драка Под Тир-4 вышками Непонятная И Они даже Немного отдают Противнику преимущество Но все-таки Не так сильно Чтобы это стало заметно И все равно Алхимик там Тимбер даже без ОД В целом Справляются Ватсет тут бегает Набирает стаки Продолжает набирать стаки Ой Фишмен Ты меня называла Фишмен конечно Купил Владимир Этот Ватсет прыгает Дальше нет Ватсет правильно все делает Максимально правильно На Сларке Он пытается наворовать Просто все стаки Планеты И да Может быть после этого Как-то подраться Но и от него отбиваются Активные стаки Много наворовал Ну во-первых Они потихоньку будут пропадать Во-вторых Драки все равно Не отпадать из стаки К сожалению Слок нажимает Потому что Ватсон под стаками Он говорит Парни я под стаками Надо идти вперед Сейчас это наш шанс Пока у меня есть стаки Нападают на пиво Пиво И Рабага Да под так Пугну Убьют и пиво Слушайте Нормально Что-то как-то Не Ватсон крутой Реально правильно Все очень делает На своей лягушке На этой Так Опа Сетсу Вперед фишмана убил Там кого-то подвязали Двух героев У Дэй и Тимбер Но им как бы вообще Пофигу Ватсон пытается стаки набирать Хорошая Рабага Ну Она-то хорошая Только дэмджа под Рабагу Нет Сетсу Прячет Тинни своего Чтобы его не убил Ватсон сам Под БКБ Со всеми Дерется просто Одновременно Стаков ворует Со всех стаки эти Но Ну просто не хватает Просто не хватает Он один Он один У него нет помощника Какого-либо Который что-то бы делал То есть Ватсон Опять набрал Кучу стаков Он в принципе Бил-бил Он дамажил Но у него просто Нет помощи Котл там выставил Две волны За драку Блин И все Венга просто склеилась Грим Тоже там не особо Ну а Тайк Че с тебя взять Рабаг дал хорошую Но под эту Рабагу Нужен урон Но думаю Что все проблемы В этой игре Вот главные Точнее говоря Не все Но главная проблема Это котл Был бы это не котл Он не пососал бы онлайн И был бы какой-то Другой По-полезнее герой А вот Че бы и получилось Ну сори Ничего не получится Уже Тут очевидное ГГ Вот я Ну мы уже Сколько раз Сталкивались с этим Да Что вот турнир Вот хотим посмотреть И вот тебе просто Не работает Дот ТВ И все И мы вместо того Чтобы посмотреть Какой-то финал Прикольного турнира Где еще и спириты играют А мы играем В полицейского Ну в таможенника Помните Не в таможеннике нормально Поиграли Но просто сам факт Как бы Да здесь конечно Драка серьезная Ватсон 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 Нет Ватсон Делает Конечно Но Только Аеги Смогли С ОД взять И все Опять потеряли Миллион героев Ну 35 тысяч Я вообще не знаю Каким образом Они еще не просрали Эту игру Ну окончательно Не просрали Ну видимо Это связано Исключительно с тем Что они не ливают Из нее Во всех остальных Расскалах Они как бы Ее уже давно Проебали Но пока трон Стоит Как бы официально Не проебали Стоит Стоит Да Мега Крипсон Уже пришли Ну Ватсон Опять Врывает Вперед Опять Есть ультимейт Инкс Велгрим Строг погибает Так Кого-то сзади Пытаются Убить Это между прочим Алхимик Задовки Парадовки Синий Выкидывает Ватсон Не может еще Прыгать вперед Вот тут спрятали Ой Он там не умер Случаем Ну Не сразу Но сделаем И Ватсон Пишет ГГ Честно сказать Вот Выглядело так Как будто бы Ватсон Просто идеально Играл эту игру Вот Что можно было Выжать Из этого Сларка Он Все выжил Вопрос в том Что команда Вообще Не поддержала Что называется Эти его потуги Эти его Начинания Так Ну Получается Теперь Следующий Гратис Какое-то Время Начнется Так Да И в итоге Это Разор Видите Разор Это в итоге У нас Троечка То есть Начали Об этом Эти подозревать Потому что Они забанили Дарксира И забанили Ренджат Луну Порой Ей просто Некомфортно Как-то вообще Бить его Но Это Скажем так Больше Старая История Из 2015 Года Какого-то Сейчас Со всеми Этими Дисперсерами Миллионам Диспелов Которые В игре Добавили На всем Подряд Всякими Хандами Ну короче Ситуация На самом деле Уже Не совсем Такая Как раньше Сейчас Луна Может Вполне Себе И против ТБ Нормально Играть Потому что У него Во-первых Может быть Три Диспела Если не Четыре Но На Луне Дисперсер Не покупают Обычно Не покупают Но Вообще Можно и Купить В принципе Если хочется Но все равно У Луны Как правило Просто снимается Когда давно Во-первых Диспелов было меньше Во-вторых Рефлекшн Вообще Не диспелился И вот Тогда ТБ Против Луны Это был Типа Супер Крутой Герой Он просто Делает Рефлекшн Из нее И эта Иллюзия Убивает Всю команду Луны Вместе С Луной А теперь Это диспелится И поэтому Пофигу Луна Может Свифт Блинк Иметь Какое-то Сокращать Дистанцию Луна Может Ханду Иметь Да Станут На 20 Уровне Она просто За один Бим ТБ Тысяч ХП Отнимает Брони Много ХП ТБ Никогда Много Не бывает Не Ну Можно Билд Конечно Такой Нашифровать Чтобы было Много ХП Знаменитый Сатаник Скади Саша Яша Но Тоже Такое В таком Билде Дэмеджа У ТБ Будет Маловато Да Игра Тем временем Видите Началась В смачке И те И другие Кроме Кентавра И имбиря Опа На них Нападают Только он Ооо Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ну Фишман Понятно Приехал В Казань Там Говорят Все Классно Встретили Парней Все Отлично Условия Прекрасные Отель Хороший Вот Вот тут И Фишман Тоже Показывает Что Заебись Все время Мы проводим В Казани Красивый город Я был в Казани Реально Хороший город Мне понравился Не то чтобы я там много видел Естественно Как и любой турист Я видел центр В первую очередь Да Ну какие-то вот такие вот Улицы Где Ой-ой-ой Где в общем-то туристы обычно И Проводят время Поэтому Не видел я там Каких-то Спальных районов И прочего Но в центре Мне понравилось Прикольно Ну вот и фишман Мне кажется Тоже понравилось Нормально Все говорят Ооо Покатились Ну все Пиво пролил пиво На фишмана Но правда Несмотря на то Что 4-0 Ведут LGD Энтити ведут Пока что по деньгам Потому что У ТБ все хорошо И у ДК Все тоже хорошо Опа Стан Ну нет Продолжение Фишмана было Не с той стороны Чтобы прокинуть стрелу Если бы он сверху Где-то был Он мог бы наверное Стрелой попробовать Продолжить Правда Все равно Выпросительно Смогли бы ли Они бы убить Мне кажется Нет Да Здесь Котаоми По науке Как бы Ворует Крипов Во вражеском лесу Но тут есть Один нюанс На самом деле LGD Молодцы Если так подумать Да глобально Вот Сейчас я После этого Момент Скажу Вот здесь Конкретно Ниу Не молодец Ну задумка Задумка Я имею ввиду LGD Драфта Мне она нравится Вот Бэтрайдер чем силен Как саппорт У него два Ну три плюса Первый Он очень сильный на линии За счет того Что у него Начальные статы Какие-то дурные У него Куча эмэса Куча хп И Ну все статы У него короче хорошие И он очень сильный Именно на лайне Скиллы сильные И все такое Потом Второй Ну третий его плюс Как бы Это то что у него есть Бкб контроль И он в лейте Просто очень полезный Потому что если сравнивать Бэтрайдера с какой-нибудь Девочкой с эмочкой То девочка с эмочкой Может быть полезной Но часто нет А у Бэтрайдера есть лассо И он в любом лейте Может керри Вражеского Лассо взять Ну или не керри И это очень сильно Это Это решает А Ну и вот промежуточный Бонус у него такой Но Он возможно Самый его важный бонус Это то что он легко Очень фармить может И на Бэтрайдере есть Такая штука Такая фишка типа И говорит Ой Хорошая стрела Отфишина Ну кто у меня шестой Сейчас бы лассо взять А шестого то нет И поэтому не получится убить Вот Но больше не нарушайте Больше не нарушайте Повторное нарушение Уже возможно не будет Апелляция принята Сами понимаете сэр Как это работает Я вот считаю Вот знаете Если бы я Был бы Человеком Который может принимать Какие-то решения Какие-либо решения Так погодите Ой кентар Застоял здесь Воу-воу-воу-воу-воу-воу Сэцу теперь погоня А у Сэцу есть Вроде ремнанты Ну я бы на его месте Думал Как отсюда съебать Отлично Отлично Стрела От фишмана Залетела еще Ультра-кил Ебаный рот Ребят Вот если бы мы на ультра-кил Ставили здесь Ща бы Плюс бабки были бы Никто не выносит Ну По-хорошему Нет Какого-то самосуда Или типа того Да Суд всегда Мол Подробно Долго Разбирается В вопросе Чтобы исключить Как раз таки Какой-то Вот фактор Там Подгорания Который И у Судья тоже Человеку Он тоже может Что-то подгореть Но в этом-то и дело Что должно быть Беспристрация Там все И как бы Нужна некоторая Дистанция Вот чтобы разобраться В любом деле Да Поэтому часто Суды Проводят не в одно Суждение А как бы в несколько Потому что Предоставили какие-то факты Нужно их Как следует Обмозговать Подумать над ними И так далее Ну а на Твиче-то Просто стример Пригорел и забанил Это неправильно Но это говорит Человеческий фактор Он такой Но при этом Они жмут Смок Все равно И нападение Тут какое-то Непонятное Пока не понятно Кто на кого нападает Там какие-то проблемки Могут возникать за ним Разор Поймали Тусик Ай Это не Тусик Это Эмбер Эмбер погибает Майор Смайл Тушь погибает Не могут ЛЖД просто На данный момент Ничего предъявить ТБ Просто ТБ Ой пиво Вот этот телепорт Каким-то образом Его не было видно Просто ТБ Жмет Все клопки Свои И ЛЖД Одна идея В голове Бежим отсюда Нахер Ну может быть Оно и Правильно Потому что Скорее всего Если бы они не убегали Они бы умерли Просто все И это ребят Еще и Луна С Аегисом То есть ЛЖД вот так вот Боятся И так играют Ярик Покажи попу Нет Попу не покажу Но курсор уберу Ребят Когда-нибудь Будет последний Стрим на Твиче И тогда Возможно Хотя и то Не точно И то Не точно Ребят Ну знаете Я заходил В раздел Hot Pool And Beach Чисто Для ознакомления Ребят Заходил И могу сказать Что частенько Местные Контент Мейкеры Так скажем Они Показывают Как бы Жопу Ну так скажем Задницу Филейную часть Как бы В трусах Ну как бы Трусов Там Не видно Практически То есть Они как бы Есть Но как бы Их нет Ну так Приблизительно Плюс-минус Так вот Такая история И вроде бы Их даже не банят За это Потому что Ну как бы Все-таки Одежда же Ёлки-палки Сделали то или иное В игре Ты можешь только Предполагать Покажешь Ой-ой-ой Вот это Нападение на Дезраптер Он что-то Дезраптер не умирает Почему-то Что и сваливает Отсюда Правда Луны Проблема Она гибнет Первый раз Но уже нет Стопи У нее проблемы Там Бэтрайдер Кого-то Увозит Широ появляется Жбает БКБ Ультимейт Пошла Ёбка Нереально Прессиональная Ватсон Пока что Выходит Широ Дерется Со всеми Но не хватает Урона Тем не менее Убирают Мирану На Йове Теперь нападают Не уже Фуловый На самом деле Высос из Йови Происходит Довольно серьезный Ватсона Теперь бьют Он использует Сандер Клиган Ватсон Кстати могут добить А могут и добить Ватсон Ватсон Играет в дотат Ватсон Это Ватсон Как же он ебет Этот молодой Задрот Ребята И этого И того Да Ватсон Объективно В соло То есть Бэк Он очень круто играет Вот ты смотришь На эту игру На Кэрри И ты видишь Блин Кэрри Вот Реально Та силу Такого Который Вот Все у него Как-то продумано В драке Да Все по полочкам Что Десять лет не играю И какая разница Что я там стримлю И мало Интересно Ведь я на русском стримлю Так Ну и что Минус пиво Дизраптор тоже проблемы Пиво погибает Дизраптор умирает Но были протрачены Какие-то Ресурсики Ой Луна входит Это Широ Ультимейт От Широ Ебаный рот Как же он ничего не может делать Станька нажимает Ну его просто раскайтили Хотя Мирану убили Каким-то образом Приходит Сетцу Ну и все Широ сейчас начнет кайтить Всем селом Да Просто в два ствола Его долбят Надо разворачиваться Бить Хули делать Все равно не отпустит Разворачивается Бьет Хули делать Все равно не отпустит Но Это не лечит Дэмэджа вот как раз таки Не хватает А был бы Мьолдер Может быть Повесил бы его на себя И хотя бы Какой-то Какой-то урон был бы Не Ну тут погибают Погибают Все Все LGD И это вот На данный Теперь это официально Конец игры Этой Пожалуй На 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 И все Я кстати думаю Это конечно Идет В разрез Вообще Со всем К чему мы привыкли Но с другой стороны Они сука Изменили рецепт Этого Мома Масков Мэднеса Да И это тоже идет В разрез Со всем К чему мы привыкли Так вот я думаю Что одного из предметов Который дает диспел Сейчас надо убрать Этот диспел Ну больше всего Напрашивается манты Если честно На то чтобы с нее Диспел убрали Ну слишком много предметов Который диспел Уже какого Какого-то бессмысленного Вообще иметь Какие-то дебафы Если у Кэри Вражеского 4 диспела На руках Ой Ой Да вообще без вариантов, конечно Там рапира еще выпала Рапиру не взяли, говорят, не нужно никому Фишман, бери На ДК лучше всего взять рапиру, мне кажется, даже не на ТВ Но там в итоге написали ГГ И все на том Ну такая вот игра Суходрочь Игра закончилась и все, суходрочь Даже 50 фрагов нет в ней Я вот как бы Я против БО-2 Но я вообще-то за то, чтобы везде игралось БО-3 У меня вот Гранд Финал БО-5 Тоже не очень понимаю в Доте Ну то есть Как бы в принципе я говорил, что можно и БО-7 В отдельный день делать Я до сих пор так думаю, что можно Но если вы делаете стандартную Дота процедуру Так скажем, где у тебя лузера играют И Гранд Финал в один день Как будто в БО-3 достаточно на самом деле В кейсе БО-5 вообще редко очень играют Там БО-3 играют Кстати, на играх будущего Гранд Финал БО-3, насколько я понимаю Ну по крайней мере на Ликвипедии так написано Наверное, они уточнили А что у нее БО-21? БО-21 это херня какая-то Мы же не в Снукер играем Но в целом БО-7 в отдельный день Это нормальная история В целом Но это отдельный день Понимаешь? Что тоже такое дело, что Это нужно... Это нужно день А что такое день? Депутатный день турнира стоит дополнительных бабок Это аренда стадиона Это работа сотрудников всех подряд Да, это оплата всякого этого хоспиталити Это оплата всего подряд Вот я заканчивал играть профессионально Когда? В этот момент Дота начинала становиться профессиональной Да? Потому что люди Многие, которые выигрывали интернешнл И просто такие турниры и так далее Для них Дота была хобби У них были еще какие-то дела Работы реальные и прочее Потому что на киберспорте тогда нельзя было прожить Ты уже взрослый человек Тебе там 20, не знаю, 3, например, года Ты не можешь прожить на Доте Еще не платят зарплат Еще не это Еще не такие большие призовые У тебя в году один турнир интернешнл На котором деньги дают какие-то Но все равно Ты, во-первых, не можешь рассчитывать, что ты его выиграешь А во-вторых, все равно Даже если ты выиграл интернешнл Получил 200 тысяч долларов Да, вот первые НТ были Где миллион давали 200 тысяч долларов получил Ну, заплатил налоги туда-сюда И, возможно, у тебя осталось там 100 тысяч долларов Ну, может, больше И ты на эти деньги Ну, например, купил себе просто тачку хорошую Все И нет у тебя этих денег Все равно, как бы, тебе нужен стабильный какой-то доход А зарплаты в киберспортивных командах тогда Их могло просто не быть Или она была 500 баксов Ну, понятное дело, что это было больше как хобби А сейчас это конкретная работа у людей Вот и... В этом отличие, да Ну, как бы Ничего удивительного в этом нет, собственно Санфарм, это, конечно, чуть метод, чем алхимик Монетки-то у него нет Но, с другой стороны Он, может быть, фармит меньше денег Но... Не намного меньше опыта, по идее, фармит он Да, вот поймали у нас Йовен Умирает он И Ктаун тоже убьют Ну, правда, возможно, размен на сетсу какой-то даст фишман Нет, не даст Он погибает, еще широ заходит, воруют стаки Стаков не очень много Но, тем не менее, это были стаки для Свена Которые интересы воровали И на этом моменте, дорогие друзья, энтити проебали эту игру Кстати, выглядит, как будто бы китайские коллективы приехали фармить тупо голду На этот турнир Потому что здесь же нет Калдиаторов, Liquid, Spirit, Bad Boom Кто там еще? Falcons Ну, короче, много кого нет Зато есть Экстрим Азур IGG2 LGD Вот Ой, как тут попытки стакать Опять я в шарманьку завел? Выучил бы хоть молодежный след Чтоб не палиться прикол Лолка Пидорка Осуждаю максимально быдло Вот Я, кстати, вообще не разбираюсь в молодежном станке, ребят Я знаю только Кринге А поридж, это же типа овсяная каша, да? Я просто каждый раз Ну, это поридж Это какой-то молодежный слайд Это поридж А я подхожу на завтрак в отеле А там написано поридж, спатья, и кастрюля стоит Я говорю, ха, поридж Главное, ребят, всегда по жизни найти, где кекнуть Где кекнуть Это мое любимое занятие, если что Опа Пролил на себя Шира Пивчанского здесь И тут на него, кажется, хотят напасть Это непонятно Ватсон, пошел, пошел, пошел Минус в итоге у нас Шира Просто убили его Ой, там все на ловушке Темпларк сами получили Возможно, Ватсону стоит присоединиться к замесу Он пока что фоткает Ватсон с фотоаппаратом пришел Пока что фоткает Ждет, ждет момент Ждет момент Ждет момент Сейчас будет Сейчас будет Внимание Опа Подрезал одного Нормально там залетело Рис, 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 рис Они нажимают смогу Берут с собой В том числе Темпларку Надо очень быстро двигаться Очень быстро надо двигаться Чтобы кого-то подловить Потому что Они не Так, вот Йове Палятся на миде, да Но слишком Палевно палятся Если честно Я так скажу Хотя Абсолютно Лжи Ди здесь Не чувствуют В итоге нападают на Нью Но Нью успевает Завести Драндулет Это очень плохо Что они его не смогли убить Вайю слабо Покладил с удовольствием Ультимейт Но Ватсон его порезал Тебя убивает Уже двух саппортов там Тем временем И БУ тут проблемы Сейчас огромные У энтити Потому что их Дальше будут гнать И у них нет Непоятно чем ответить На короче говоря Эту всю историю Пак с БКБ Неожиданно Оказался здесь Дем намазали маслом Такой весь кентавр Весь в масле Проливает еще пиво На него пиво И в итоге Дем погибает Десяти чудов от Лжи И они победили в этой Игре Я полагаю Как вы заставили Алижу сняться В стольких активностях На даче Кто придумывал клипы Вы же их не по вечерам Там снимали Ну по вечерам Мы их и снимали По вечерам Вот В фри день Когда у нас Ну когда был Этот Когда был Турнир один на один Вот эта Хрень эта Невнятная Которую невозможно смотреть Вот вместо Того чтобы его смотреть Мы что-то снимали По вечерам Почти каждого дня Что-то снимали И Все Так Олег Он вообще Легок на подъем То есть он Ну в любой За любой движ Кроме голодовки Что называется То есть ему говорят Олег пойдешь Олег говорит поехали То есть как бы Вообще Я не против Он нигде Ну а на самом деле Олег он машина пиздец Ну в плане Он же очень много работает Он 10 лет стримит Блин Каждый день Если вот куда-то Не уезжает Буквально каждый день Человек херачит стримы И Ну он понимает Что В принципе все эти клипы И так далее Это доп медийка У него на клипе Обожаю ММ Полтора миллиона просмотров Уже Так-то В любом случае Это Ну плюс медийка Потому что Немало людей Которые В принципе Никогда не знали Про Стре Кто-то знал Ну забыл Тут посмотрел Вспомнил Думаю Дай зайду Гляну Как там на стриме Ну и так далее Ну и любые Любые Все эти активности Это плюс медийка Поэтому Он-то Олег Не глупый человек Понимает Как это работает Вот А кто придумывает Ну В основном Придумывает Наша творческая группа Так скажем Идея Согласуют Со мной Ну и в принципе С нами Ну больше со мной Я где-то Что-то корректирую От чего-то отказываюсь Что-то Где-то Говорю там Доработать норм Не норм Ладно погодите Драга пошла Свен Оооо Не ну Свен Все Свен закончится Здесь Ооо Свен не успел В темп Скажем так Да то есть В тот момент Когда возможно Он мог бы всех перебить У него не было демеджа А теперь уже Алхимик с Эбисом И все Свен уже В любом случае Не поспевает Ну как бы Не может драться Его просто Эбисом Убивает и все Ну понятно Дело что Здесь по-хорошему Нам тоже Надо покатить Алхимика То есть Дать в него Ультимейт Шадоу Демона Свен должен Как-то оторваться От этого алхимика Там при помощи Агонимного стана Или как-то еще Там под ворками Просто отбежать Побить кого-то другого Как-то вам алхимика Этого надо покатить Туда-сюда Под стампином И потом Развернуться Но Это легко Сказать Это гораздо Труднее сделать Потому что Алхимику Надо райклик Ложать И все А вам С бубном Танцевать надо С бубном Да Чтобы как-то Его раскаетить Тем более Раскаетить Не так просто Когда там Пак ставит Койл Мейден Кубики кидать Бэтрайдер Кого-то в лосо берет Ну и так далее Поэтому К сожалению Энтити Здесь уже Ну нет Это не выигрывается Это не выигрывается Я уверен Они Они могли Я даже скажу Я уверен Они должны были Выигрывать эту игру Но че-то Как-то пошло Все по пизде Не выиграли Они ничего Где-то Не доиграли На мой вкус Ну может быть Я и не прав Может быть У ЛГД Тут жесткие Овердрафты Они как бы Должны были Разъебать На самом деле Теперь Вот прям Сейчас прям сложно Потому что У ЛГД Два башера Это вообще Для Свена Смерть Тут забавно Прочитал Я где-то Заметку Кто-то там сказал Не помню кто Мол Задумайтесь Ну шо Ярослав Самый лучший Старпер Хаб Доту посмотрели Кое-как проанализировали Контент Завезли Кринжи навалили Бубну попустили Песеньки попели Согласен Согласен Мне тоже понравилось Что-то хотел сказать Забыл А Да Прочитал Где-то Какой-то человек Сказал Ну цитаты Человека Мол Задумайтесь А вот Жи променяли Амара Зефакера На Мишу Ха-ха-ха-ха Ну видимо Разговор о том Что Как бы При Определенном Расколе Внутри коллектива В ЛГД выбрали Оставить Мишу Чу И всех друзей Демо там Позвать А не Оставить Амара Зефакера Кстати Очевидная ошибка Если честно Этот Миша Этот Миша Это в принципе Какой-то кринж То есть Вот это все Что случилось С ОДжей Это какой-то кринж А я как будто В гипнозе Находится То есть Ворвался Миша В Тиму Изначально Тренером То есть Миша Человек Вообще Без каких-либо Достижений Без какого-либо Имени На профессиональной сцене Он даже Никогда не был Профессиональным Гороком Если что-то пошло Хопа И вырывается Двукратно Победителем И становится Их тренером Ну в принципе Это ок Ситуация Потому что Ну Куча профессиональных Команд Очень серьезных Тренеры Это далеко Не какие-то Мега там Бывшие победители Всего и вся Да Это как бы нормально Но это Ну уже немножко странно Потому что Он как бы Хоп и с нуля Одно дело Какие-нибудь другие Тренеры Они там всю жизнь Тренируют Это вопрос не вызывает Он бац Как-то с нуля Человек Врывается Начинает тренировать Ну ладно Но потом Этот Миша Подтянул еще Своего друга Чу Вторым тренером А потом Они еще Судя по всему Как-то пролоббировали Этого Диэма В Тиму Пока его оттуда Не кикнули А потом и Чу Короче В итоге Все кикнули Кроме Миши А Миша-то остался Миша-то остался Понимаете Уникальная история Все никак не могу понять Как это произошло Ну когда-нибудь Разберемся Так Ватсон пошел Вперед Начинается Замес Ватсон Дэмэдж какой-то Появился У этого Свена Одного убивают На пиво нападают Пиво умирает Алхимик Пока что живет Уже умирает Девочка-тепочка-герлочка Погибает тоже Йови Пытается бежать Как же пак валит Господи Помогите Свен нажал Байбэк Вжал Но что-то Где-то импакта Не видно от него Но за такой страны А что он вжал Байбэк У него уже нет Ни БКБ Ни ульта Ни хера нет Ну Что могу сказать Во-первых Пак начал наваливать О чем разговор Что это уже пак Влейти с Ганимом Йолниром Паразмой Дамадж очень много А во-вторых А Гигас еще был На Алхимике Ну да ГГ Понимают что Здесь они Уже Не Вывозят Этот бардак Самое смешное Что мажора не выиграли Только из-за того Что Миша Визу не получил Вообще Похоже на правду Если честно Там чисто Сеп Который не играл В доту уже год Там На замену Влетел Вроде не хотел Изначально Они вроде На Тейла Хотели позвать Но На Тейла Сразу сказал Нет спасибо Я не голодный В этом участвовать Я не собираюсь Вот